В эфире новости Анапа-регион в студии Кристина Балкивская. Здравствуйте! Итак, сегодня в выпуске. Уже прошло 25 лет и мы видим, как за это время поменялась и окрепла наша страна. Главный символ России. Как в Анапе отметили День государственного флага. Здесь представлены такие партии. ЛДПР, Единая Россия, КПРФ. Единый день голосования. В городе-курорте идет подготовка к довыборам в муниципальный совет. Очень приятно, что мы причастны к сохранению нашей среды, нашей планеты. Пластик налево, стекло направо. В станице Благовещенской продолжается эксперимент по раздельному сбору отходов. Благоустройство и газификация, строительство социальных объектов и возможность появления новых остановок общественного транспорта. Об этом и не только рассказал сегодня первый заместитель главы Анапы, отвечая на вопросы во время прямой телефонной линии. Подробности в нашем сюжете. Почти полтора десятка вопросов. Большинство из них традиционно касалось жилищно-коммунального и дорожного хозяйства. Так жители Юровки просят организовать дополнительную остановку на трассе, которая соединяет ее с другими населенными пунктами. Сегодня территория села заметно увеличилась из-за активного строительства. Когда это еще посылок маленький был, сейчас он уже взрослый. У нас не хватает, понимаете, остановок, чтобы автобусы останавливались. Вот как, допустим, в Жигенке. В начале, в середине, в конце. Однако дорога находится в краевом подчинении. Соответствующее решение может принять региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. В ведомство будет направлено соответствующее письмо. А вот перспективы газификации части станицы Анапской, которая расположена со стороны хутора Усатого Балка, вполне понятны. В 2020 год ориентировочно мы ожидаем газификации того же района, в котором мы живем. Многих жителей сельских округов волновало, когда будут отремонтированы их улицы. Первый заместитель главы пояснил, что решение о первоочередности восстановления дорог принимают общественные советы на местах. И уже после их одобрения они вносятся в график ремонта. Также поднимались вопросы очереди на социальное жилье и освещение сельских населенных пунктов. Жители Суко отметили значительные улучшения в селе. Конечно, большое спасибо хотел выразить главе города, курорта, потому что за эти последние 20 лет, только благодаря ему, там, сдвинулся нас в поселке, все бабушки и дедушки большой привет передают. На следующей неделе в рамках прямой линии на вопросы анапчан ответит глава города Юрий Поляков. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион. В этом году на Кубани более чем на 20% увеличился объем финансирования строительства социальных объектов. На эти цели выделено почти 7 миллиардов 800 миллионов рублей. Эта информация была озвучена на селекторном совещании под председательством первого заместителя губернатора Кубани Андрея Алексеенко. Участие в нем принял глава курорта Юрий Поляков и председатель совета Леонид Кочетов. Сейчас в Анапе и сельских округах возводится 6 детских садов. 5 из них уже практически готовы к сдаче в эксплуатацию. Завершается строительство дошкольного учреждения в хуторе Воскресенска и новый корпус школы номер 6. Они также будут сданы в этом году. Юрий Поляков доложил, что возведение социальных объектов на его личном контроле. И чтобы идти в графике, на всех строящихся объектах будет увеличено количество рабочих. Патриотические акции, тематические квесты, детский фестиваль и большой гала-концерт. Так, анапчане отметили 350-летие государственного флага России. В числе прочего, 14-летним жителям города-курорта вручили самый важный документ. Первый паспорт гражданина Российской Федерации. Паспорт гражданина – это основной документ жителя России. Впервые его получают в 14 лет. Торжественная обстановка, фанфары и сотни людей на главной площади города. Для Кристины Татывасян церемония вручения паспорта – волнительный момент. Я получу паспорт, да, я радуюсь, но как-то вот очень сильно волнуюсь. По словам Кристины, теперь она устроится на летнюю подработку и сможет сама накопить деньги на подарки близким. В день российского флага паспорта получили 10 юных анапчан. Такие торжественные церемонии организуют ежегодно. Казалось бы, совсем недавно, в 1994 году, символом был определен триколор. Но уже прошло 25 лет, и мы видим, как за это время поменялась и окрепла наша страна. И в этот день хочется пожелать нам всем крепкого здоровья и мирного неба над головой. Узнать историю создания российского триколора анапчанам помогли волонтеры. Управление по делам молодежи организовало несколько интерактивных площадок. Одна из них – уголок рукоделия. С помощью такого бумажного бублика и нескольких прядей нити можно сделать многофункциональное украшение. Можно повесить в машине, можно пришить на шапку. Видимо, если вдруг потеряли. Часто же теряются такие бумончики. Еще у нас есть такой. Можно на ключи повесить. Кроме того, жители и гости курорта смогли украсить свой образ с декоративной лентой. Российский триколор наполнен символикой. По одной из трактовок красный цвет означает державность. Синий – цвет Богоматери, а белый – это свобода и независимость. У нас проходит акция раздача и непосредственно листовок, и непосредственно ленточек. К ленточке мы можем по желанию приколоть либо вот сюда, поближе к сердцу, либо просто на руку, кому как удобно. В День российского флага гости и жители курорта фотографировались в специальных фотозонах. Вечер продолжил праздничный концерт с участием юных артистов из Академии танца «Луна Парк». Программа празднования Дня российского флага стала насыщенной и разнообразной. Анапские школьники, гости из Белоруссии и представители администрации возложили цветы к стелле воинской славы. Затем делегация отправилась на театральную площадь, где приняла участие в праздничном концерте. А завершился день гала концертов участников фестиваля Союзного государства России и Белоруссии. Как это было – далее в сюжете. В России проживает более 190 народов и национальностей. Город-курорт Анапы объединил более 80. Все они живут в мире и согласии, совместно строя и благоустраивая свой общий дом. Работа начинается, как вы правильно сказали, с молодежи. Это всевозможные турниры, это работа в кружках, это работа с национальными культурными обществами, где сами руководители этих культурных обществ проводят по своим национальным обществам работу на поддержание мира, существование, хорошего товарищеского отношения, несмотря на национальность человека, взаимопомощь между собой, оказание дружеской поддержки в необходимом времени. А также мы консолидируем все силы, в том числе и молодежь, на поддержание правопорядка в городе-курорте Анапа. Это тоже помогает всех вместе сплотить и понять, что город-курорт Анапа – это единая семья. Яна и Юлия приехали из Белоруссии. К фестивалю готовились долго и основательно. Девочки – лауреаты первой степени многих международных конкурсов, но главное, по их мнению, – это дружба и взаимопонимание. Это союзное государство, то есть Россия и Беларусь, мы соседи, мы друзья, скажем так. И как бы каких-то таких особых различий у нас нет. Здесь можно завести друзей и общаться с ними, потом дальше в интернете, ну потому что дети собираются совершенно с разных городов, регионов, стран. И, конечно же, хотелось бы потом продолжать общение с ними. Самой маленькой солисткой на этом мероприятии стала София Гробовец. Приехала она также из Белоруссии вместе с мамой. Исполнительнице всего 10 лет, но у нее далеко идущие планы. Свою жизнь самая юная участница планирует связать с вокалом. За ее плечами награда на престижных международных конкурсах, участие в фестивалях. А вот в Анапу она приехала впервые. Я в Анапе в первый раз. Очень много эмоций, море, песок, солнце, столько людей, столько выступлений. Это большой заряд энергии. Очень приятно. В этом году фестиваль союзных государств творчества юных собрало под своим началом более 200 талантливых участников из России и Белоруссии. Организаторы надеются, что с каждым годом их число будет только расти. Место проведения останется неизменным. Город-курорт Анапа. Ника Пастенос, Михаил Григорьев, Анапа-регион. И к другим темам. Продолжается работа по подготовке к выборам, которые пройдут 8 сентября. Голосование пройдет на 8 участках общей численностью свыше 16 тысяч избирателей. В состав 8 участковых избирательных комиссий войдут 108 членов с правом решающего голоса. 8 сентября состоятся дополнительные выборы депутатов совета муниципального образования третьего созыва по трем одномандатным избирательным округам. Анапскому городскому номер 10, Благовещенскому сельскому номер 15 и Гастагаевскому сельскому номер 19. Все уидии у нас полностью оборудованы над этим всем необходимым. Предусмотрены информационные стенды, на которых будет размещаться информация во всех кандидатах, внесенных в бюджет, имеются в наличии санкционарные ящики для голосования, изготовленные с прозрачным материалом в соответствии с нормативами технологического оборудования, утверждаемых в Центральной избирательной комиссии. Все 8 избирательных участков будут доступны для маломобильных граждан. Избирательные участки осуществлены либо пандусами, либо кнопками грузов. Сейчас проходит активный агитационный период работы с избирателями, встречи кандидатов с населением. Формируется состав наблюдателей. Участники кампании информируются об избирательном законодательстве, чтобы избежать нарушений в день голосования. Также проходят семинары для всех участников выборного процесса. На данном этапе в избирательной гонке, выборной гонке, у нас остаются 13 кандидатов. Здесь представлены такие партии – ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, самовыдвиженцы. Других партий в данном процессе избирательным у нас не представлено. Обеспечивать безопасность в день выборов будут 32 сотрудника полиции, а также 48 представителей казачества и частных охранных организаций. Отдел МВД по городу Анапе на это время будет переведен на усиленный вариант несения службы. Местные выборы предусматривают досрочное голосование. 27 августа участковые избирательные комиссии получают бюллетени. А с 28 августа жители избирательных округов могут досрочно проголосовать за своего кандидата. Руслан Душевский, Анапа, регион. Контейнеры для раздельного сбора мусора появились в одном из сельских округов Анапы. Экспериментальный проект впервые заработал на курорте в этом году. Насколько успешна данная инициатива, узнал наш корреспондент Руслан Душевский. Станица Благовещенская – одно из самых популярных мест отдыха как у туристов, так и у местных жителей. Просторные песчаные пляжи, развитая инфраструктура и чистое море. Сюда приезжают люди со всех уголков страны. Но есть и другая сторона медали. После себя некоторые отдыхающие оставляют кучи мусора. В основном это изделия из пластика, тары из-под воды, одноразовая посуда, пакеты. В качестве эксперимента здесь установили контейнеры для раздельного сбора мусора. И как показали первые дни практики, эксперимент можно считать успешным. Это нужное дело, так как у нас и курортная зона, очень много пластиковых, как видите, мешками привозят люди. Я квартальная, у меня район Черемушки. Оттуда даже привозят сюда люди, чтобы не затаривать пустые, а сюда бросать. То есть вы понимаете, Черемушки – это начало станицы. А это у нас возле Малахита. То есть это полезное дело. Идем в ногу со временем. И тоже у нас появились такие контейнеры, где можем мы собирать пластиковые бутылки. И очень приятно, что мы причастны к сохранению нашей среды, нашей планеты. Что нам будет, что оставить нашим потомкам. И маленькое дополнение ко всему. У нас очень много бутылок стеклянных. Может быть, что-то руководству можно придумать, чтобы тоже организовать сбор вот этого стекла. Пока в станице установлено три таких контейнера. Двое из них стоят возле дороги на подъезде к пляжной территории, а один непосредственно на пляже. С инициативой установки контейнеров вышла компания «Сити Кристалл». Проект начал свою работу в июле. Меньше чем за месяц было собрано более 30 кубометров пластика. Сырье передается на переработку в Новороссийск и Краснодар. Раз в неделю отходы вывозятся и утилизируются. Контейнеры планируется оставить и на зимний период. Впрочем, это только начало большого проекта. В планах о «Сити Кристалл» у нас 2000 года будет раздельно. У нас, чтобы стекло было раздельно обязательно. Жесть, чтобы мы и металл, мекулатуру как бы нам сложить. Потому что это очень эстетично. Мы бережем нашу природу. Мы бережем нашу станицу. Она будет чище. И у людей меньше будет желания выкидывать мусор, не платив, чтобы они в посадках нигде будет намного чище. Спасибо, конечно, большое и мэру, который поддержал нашу идею. И думаю, что начиная с нас, это пойдет по всему району. У нас будет намного чище и лучше. Сбор раздельного мусора широко работает во многих городах нашей страны. Эта практика будет планомерно применяться и в Анапе. Уже на следующей неделе подобные контейнеры появятся и на улицах города. Руслан Душевский, Анапа-регион. Напомню, все выпуски новостей можно найти на нашем сайте anaparegion.ru. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи в эфире. Наш надежный партнер в продвижении бизнеса. Звоните 27207. Пишите инфособака.anaparegion.ru. Читайте и смотрите на 3w.anaparegion.ru. За рекордами и наградами стоит большая работа. Большой спорт начинается с малого. А сегодня не только большой спорт, но и любая успешная деятельность начинается с комплекса ГТО. Сегодня быть готовым, модно, престижно и патриотично. С детства понимать, что такое надо. Мечтать о рекордах. Преодолевать трудности. Учиться у лучших. Играть в команде. Биться за свою страну и побеждать. ГТО. Подтянись к движению. Объявляется сбор средств на создание в сквере имени Павла Сергеевича Саркисиана памятного знака «Вечная память сынам России, павшим при выполнении боевых операций». Монумент посвящается боевой славе воинов, участников локальных войн и вооруженных конфликтов для сохранения и передачи потомкам традиций верности воинскому долгу и военной присяге. при выполнении боевых задач вооруженными силами нашей страны. Родину не выбирают. Родине служат. Такая благодарная память должна жить среди людей. Она поможет нам выбрать правильную дорогу в настоящем и будущем. Памяти и памятников много не бывает. На Руси принято строить храмы на пожертвования прихожан. Для погибших героев лучший храм – это наша память о них. Дорогие друзья, жизнь, конечно, дается один раз. Поэтому я призываю всех быть внимательным ко всему, что творится вокруг вас. Быть внимательным не только пешеходам к автомобилям, автомобилистам, а автомобилистам и к пешеходам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова